итак всем добрый вечер всех рад приветствовать на новом вебинаре вместе с александром элдером прошло прошел практически месяц после нашей предыдущей встречи мы как всегда с нетерпением ждем этого вебинара и прежде чем мы начнем несколько слов перед началом ну во первых как всегда это риск когда мы с вами собрались и будем обсуждать акции и другие активы и будем говорить про трейдинг трейдинг это рискованное предприятие который который конечно может принести свои плоды но важно понимать что риск он есть он присутствует и всегда важно разобраться с этой составляющей прежде чем совершать какие-либо действия вебинар проходит на площадке admiral markets в ближайшее время это будет компания admiral мы сейчас делаем ребрендинг и несколько слов о компании на мы являемся брокерской компании предоставляем на услуги по трейдингу по инвестициям в работам различных юрисдикциях ключевая платформа которую мы используем это metatrader metatrader 4 metatrader 5 на этой платформе можно ввести торговые счета для трейдинга также и для инвестиций мы предлагаем более 8000 инструментов поэтому если вам интересно инвестиции в разные страны да в разные активы в тф или в отдельной бумаге то всегда можно найти на то что вам подойдет конечно ключевые это америка да и сегодня мы тоже будем говорить больше всего про американский рынок но также это европейские азиатские площадки поэтому здесь всегда можно найти то что интересно и также в прошлом месяце а у нас появилась возможность через нашего австралийской через нашу австралийскую компанию а также давать возможность покупать американский и тефт потому что до этого они были недоступны для европейской компании но сейчас это возможно как раз под австралийской юрисдикции поэтому если вам интересно и инвестировать как раз такие ETF, как SPY, то есть самый, пожалуй, популярный ETF на индекс S&P 500, то это уже доступно. Мы всегда уделяем большое внимание обучению для наших клиентов, поэтому мы проводим данные встречи с Александром. Очень благодарны ему за то, что он сможет присоединяться к ним. И также хотел сказать, что для того, чтобы получать как раз дополнительные знания для себя, я рекомендую подписаться на наши ресурсы. В первую очередь это телеграм-канал Admiral Markets, где вы всегда будете получать уведомления о новых событиях, о новых вебинарах, о новых видео. Если вдруг пропустите видео с Александром, то оно там появится, и вы сможете его посмотреть. Ну и, конечно же, наш YouTube-канал, куда выкладываются записи, где проводится конкурс вместе с Александром. Про него я расскажу чуть позже. Сегодня по плану нашего вебинара мы поговорим, как всегда, такое небольшое вступление от Александра. Очень интересно будет услышать его мнение как раз о рынках в свете того, что прошло заседание ФРС на прошлой неделе, и что можно ожидать от рынка. Также мы разберем ключевые инструменты. S&P 500, DAX, евродоллар, gold, brand. Мы всегда делаем такой обзор в самом начале. Подведем итоги конкурса. К счастью, мы буквально пару дней назад, я получил долгожданные книги. Теперь они у меня есть в комплекте. Я думаю, что на полтора года их мне хватит. Поэтому мы тоже в ближайшее время начнем уже рассылку тем победителям, кто у нас выигрывал в этом году. Всем книги также отправим. Также будет серия ответов на вопросы. И на прошлом вебинаре тоже делал анонс, что сейчас для клиентов Admiral Market стали доступны индикаторы Александра. Поэтому в конце я также расскажу о том, как их можно будет получить, как настроить. И также расскажу по правилам конкурса. С моей стороны это все. Александр, я готов передать слово вам. Как уже говорил, всегда мы с нетерпением ждем этот вебинар. Всегда интересно услышать ваше мнение, что вы думаете о рынках. И как видите ситуацию со стороны вашего колоссального опыта. Поэтому, Александр, принимайте микрофон. Спасибо большое. Спасибо большое, Роман. за такое доброе представление. Привет вам и привет всем из Нью-Хамшира, на северо-востоке Америки, где я сижу перед экраном по несколько часов каждый день, гоняя свои деньги по американской бирже. Вы знаете, Роман, а я думал, что вы покажете… Окей, прекрасно, я вижу теперь ваш экран. Значит, мы смотрим на график Standard & Poor's S&P 500. Федеральная резервная система. Одна из причин, что рынки очень сильно прут вверх по всему миру, включая даже Эстонию, это то, что центральные банки, европейский центральный банк и американская федеральная система печатают огромное количество денег и скупают на эти деньги облигации. То есть, как эти деньги вкладывают в экономику? Они говорят, мы покупаем облигации. Значит, компании, в первую очередь, это банки, которые продают эти облигации, получают огромные денежные потоки. При этом процент дохода, который можно получить по этим бумагам, совершенно ничтожный. То есть, да, они получают эти деньги. Во что вложить? В облигации и получать 0,2% годовых? Это неинтересно. Поэтому эти деньги в первую очередь… То есть, когда эта политика вот такого накачивания денег в систему началась, когда разразилась пандемия в марте прошлого года, разразилась она раньше, как оказывается теперь, это китайская лаборатория, там люди заболевали тяжелейшим образом еще в 2019 году. Но когда эта пандемия действительно ударила по западу в первые месяцы, к марту особенно 2020 года, то все эти центральные банки решили, значит, сохранить экономику тем, чтобы вливать в ней огромное количество денег. Теперь представьте себе, вы банкир, к вам в банк влились вот эти огромные деньги, надо их куда-то вложить, да, потому что сидеть на них толку нет, проценты очень низкие. Куда вложить? В экономику? Хм, а неизвестно, что будет с экономикой, потому что пандемия, все заболевают, экономика сокращается. Значит, вложить ее в госбумаги смысла нет. Вложить ее в экономику слишком рискованно. А, в биржу, в биржу можно вложить. И вот тут и начался наш великий бычий рынок в марте прошлого года. Сейчас эти деньги раскрутили, собственно, эти огромные бычьи рынки. Плюс еще к тому, что очень много денег было выдано людям в качестве помощи, и значительная часть этих денег оказалась на рынке. Люди думали так же, как и банкир. Тем более, все идет вверх, давай поиграем на рынке. Сейчас этот процесс под угрозой по двум причинам. Первая причина того, что экономика в Америке, по крайней мере, то, что я вижу ежедневно, очень сильно раскручивается. В экономике начинается бум. Огромная нехватка рабочих рук. Везде требуется, требуется, требуется. Зарплаты повышаются. Материалов нехватка. Я сегодня заезжал в магазин строительных товаров, и друг, с которым я туда зашел, он говорит, год тому назад лист фанеры стоил 24 доллара. Сегодня он стоит 72 доллара. А построить дом нужно 2-3 сотни этих листов. То есть в настоящей экономике делаются настоящие деньги. И поэтому и у банков, и у частных людей возникает возможность вложиться не только в акции, но уже и туда, куда, собственно, правительство хочет, чтобы они вложились, в реальную экономику. Для страны это хорошо, а для рынка это опасно, потому что приток денег уменьшится. Ему не нужно сильно уменьшаться для того, чтобы рынок начал спотыкаться. Кроме того, у Центрального банка проблема. Все эти деньги, которые они напечатали, грубо говоря, их надо теперь как-то засосать обратно, потому что если их оставить в экономике, разовьется инфляция. Вместо того, чтобы покупать ценные бумаги, которые скопились у них на руках, теперь они начнут продавать эти ценные бумаги. Когда они начнут их продавать, то, естественно, они начнут деньги эти заграбастывать и как бы убирать их из регуляции. И вот этого рынок очень боится. Все сидят на игле. Все привыкли сидеть на игле вот этих федеральных денег. А со временем это должно прекратиться, потому что иначе будет колоссальная инфляция. И поэтому начинаются такие робкие высказывания, что пора бы это дело закруглять. Пора бы это дело закруглять. И как только эти высказывания набирают хоть какой-то небольшой вес, у рынка случается приступ. И последний приступ вы видите на графике, особенно с правой стороны графика, на дневном графике выступал господин Пауэлс, предводитель нашей федеральной резервной системы. И он сказал, ну мы еще не собираемся повышать учетные ставки, то есть мы еще не собираемся начинать скупать обратные облигации, которые мы выпустили, но мы начинаем думать о том, когда бы нам начать обсуждать эту тему. Мы начинаем думать о том, когда бы нам начать обсуждать эту тему. Очень мягко, да? Но этого хватило, чтобы рынок сильно опрокинуть. Рынок пролежал на дне очень недолго, как вы видите, он подскочил. И сейчас S&P находится очень близко к своему максимально историческому уровню. Если бы вы поставили график NASDAQ, то NASDAQ вчера достиг новой рекордной высоты. Дау отстает от всего этого. И теперь возникает вопрос. Значит, продлится этот бычий рынок? Сказать, это был просто короткий период испуга? Или нам предстоят дальнейшие осложнения? Я склонен больше думать, что нам предстоят осложнения. И одним из поводов для этого является данные, графика новых высот, новых низов. На здоровом бычьем рынке гораздо больше акций, которые достигают новых высот. И гораздо меньше акций, которые достигают новых низов. А сейчас количество акций, которые достигают новых высот, очень стало маленьким. Измеряется буквально парой сотен в день. На основании этого, я думаю, что рынок... Идет то, что называется дистрибуция, дистрибьюшн. То есть умные люди, которые купили давно, начинают сливать прибыли, но не в панике. Начинают сливать прибыли, рынок падает, они отступают от него. Поднимись опять. Поднимается, опять бьют его по голове своими продажами. Вот так вот я вижу сегодняшний процесс. При этом я должен вам сказать, что у меня нет волшебного какого-то инструмента, чтобы точно предсказывать, куда пойдет рынок. Но техническое поведение рынка таково, что оно кажется опасным. И даже опять-таки, возвращаясь к графику, которую вы видите на правой стороне вашего экрана, посмотрите колоссальную дивергенцию MACD. Посмотрите, какой был пик MACD в апреле сил быков. И какой пик, потом было падение. Было падение, сломали хребет быку. И потом MACD поднимается выше нуля опять. И вот это силы быков на сегодняшний день. На сегодняшний день даже меньше этого. На сегодняшний день быки еще ниже нуля. Это потому, что акция находится возле исторического максимума. Я считаю, это очень опасное время на рынке. Тренд, конечно, тренд вверх. Бычий рынок никто не отменял. Покупать вполне легально. В кавычках легально. Но если вы покупаете, будьте очень осторожны. Обязательно пользуйтесь защитными приостановками. Потому что вот сейчас самое время, когда новички начинают... Новички любят покупать этот поверхан. Биткоин выше 50 тысяч. Поехали, да? А сейчас он почему-то около 30 тысяч. Ну, бывает, да? Кто профессионал покупает дешево, продают дорого. А кому они продают? Не окажитесь последним покупающим. Вот сказать то, что я хотел бы вам сказать насчет рынка S&P. И, Роман, вы обычно хотите, чтобы я еще посмотрел на Dax, да? На ту же тему. Да, вот я как раз его сейчас добавлю. Выглядит Dax гораздо хуже, чем S&P. Dax тоже резко упал. В тендеме, значит, смотрим на дневной график опять у правого края. Dax резко упал, так же, как и S&P. Но при этом S&P уже вернулся, так сказать, к своим замечательным верхам. А Dax ведет себя гораздо хуже. И, как вы видите, даже сегодня он находится в режиме падения. То есть падает легко, а выздоравливает трудно. Это неважный признак. Это еще один показатель того, что международные рынки слабы. Одним из кусочков моей еженедельной домашней работы, то, что я делаю каждый уикенд уже много-много лет, я рассматриваю 14 международных рынков и 11 главных групп акций в Штатах. И я смотрю на их месячные графики, где каждый штрих равен одному месяцу, и на недельные графики, где каждый штрих равен одной неделе. И они колеблются от 14 всех, значит, международной графики, 14 самых крупных рынков, от всех зеленых до всех красных. Так вот, они были все зеленые в феврале, потом они так поослабли немножко, а сейчас примерно половина на половину зеленых и красных. То есть идет волна, и волна идет в сторону ослабления рынков. Так что будьте очень осторожны. Ну, что еще вы хотите посмотреть, Роман? А золото? Я должен признаться, мало внимательно слежу за золотом, гораздо острее за акциями, но золото достигло... Смотрим на недельный график. Оно достигло рекордной высоты в начале прошлого года, когда вся эта паника с пандемией. Потом начался медвежий рынок. Очень красивый разворот в феврале этого года. И теперь рынок поднялся и опустился. А опустился куда? Опустился до уровня поддержки, который, кстати, вот красную линию начертил. Вы очень хорошо начертили, Роман. До уровня поддержки. И у правого края возникает... На дневном графике возникает вопрос. Значит, тренд вверх. На недельном графике тренд вверх. На дневном графике покупать сейчас или подождать? Я бы не торопился покупать, я бы подождал по той причине, что посмотрите, какое глубокое дно MACD было. Это показывает на очень значительную силу медведей. Со временем медведи ослабнут, но обычно такие очень глубокие донышки, они тестируются повторно. Поэтому я бы не торопился прыгать, покупать золото сейчас. Евро-доллар. Окей. Это евро по отношению к доллару. То есть, евро сейчас стоит где-то доллар девятнадцать, если правильно считывается. Да, все верно. Евро... Опять-таки, смотрим на недельный график. Грубо говоря, тренд вверх. Если мы видим, что скользящие средние поднимались, у правого края немного неопределенно. Немного неопределенно, потому что на последнем подъеме евро не смог достичь нового пика. И MACD индикатор ослабел, индикатор индекс силы в самом нижнем окошке ослабел еще хуже. Смотрим на дневной график у правого края. Евро упал очень значительно в начале этого месяца. Отскочил от пола. И опять-таки, то же самое, что я вам говорил насчет золота. Посмотрите на глубину падения MACD гистограммы. Это показывает, что медведи были очень сильны. Опять-таки, я думаю, что евро постепенно готовится к покупке. Тренд вверх никто еще не отменял. Но временем закупать его еще не сейчас, потому что последнее падение было очень сильным. Обычно такие сильные донышки тестируются. Вот на тесте можно будет его хорошо и закупить. Спасибо, Александр. И нефть марки Brent, как всегда, мы рассматриваем. Нефть – это кровь экономики, можно сказать. И поскольку экономика на Западе вошла в бум, то спрос на нефть, естественно, очень высок. Мы видим, что нефть уже превысила свой максимум, который был до пандемии. На недельном графике. Это видно хорошо. Когда мы идем направо, смотрим на дневной график, здесь сразу приходит на ум система возвращения к ценности. Ценность рынка определяют две скользящие средние. Одна медленная, другая быстрая. Допустим, 26 и 13, или 24 и 12, или 22 и 11. Выберите себе по вкусу. И вот эти две скользящие средние. Ценность рынка живет между ними. И вы видите, как рынок периодически отрывается от ценности и уходит на подъем. Но каждые несколько недель, каждые несколько недель, маленькая паника. Нефть начинают продавать, и нефть возвращается к зоне ценности. Иногда она ее чуть-чуть пересекает, иногда побольше, иногда только целует ее немножко, как она это делала в этом месяце, в июне. Но игра идет на повышение. Опять-таки, на недельном графике, прорыв на новую высоту, бычий сигнал. На дневном графике нефть то закипает, то охлаждается. Когда будем покупать? На закипание или на охлаждение? Причем, это разные методы. И есть люди, которые любят или одно, или другое. Не то, что один лучше другого. Но те, кто покупают высоко, с тем, чтобы продать еще выше, это рисковая игра. Это рисковая игра. Нужны, конечно, безусловно, точные рефлексы. Я предпочитаю более спокойную игру. Купить по ценности, а передать по перекупленности. То есть, купил возле зоны ценности, и когда цены отходят от зоны ценности, можно и продать тогда. Вот такие вот пироги. Торгуем по тренду, но как ехать верхом на этом тренде? Можно ехать, так сказать, покупать высоко и стараться продать еще выше, или можно быть более консервативным трейдером, покупать, когда акция подтягивается обратно к своему тренду. Это мой прием. Спасибо, Александр. Сейчас мы посмотрели как раз все основные инструменты, и я думаю, что можем посмотреть как раз победителя прошлого конкурса, посмотреть ту акцию, которая как раз победила, и дальше уже перейти к рассмотрению тех инструментов, которые были присланы к этому вебинару. Сейчас тогда я переключу экран, чтобы показать... Сейчас видно, да? Должно быть видно. Вот здесь как раз у меня список всех тех участников, кто у нас был. Те акции, которые присылали как раз в прошлом месяце, и чуть позже в конце я расскажу также непосредственно про конкурс. В целом, что бы я хотел сказать, у нас достаточно много акций, которые показали практически нулевую динамику, в связи с тем, что рынки были волатильны, и вероятно, это отразилось также на результате. Но была одна акция, FSR, это как раз компания Fisker Incorporated, компания, которая занимается производством электромобилей, и, видимо, там что-то произошло в их как раз работе, потому что компания, видимо, молодая, у них еще продажи не такие большие, совсем небольшая капитализация, если сравнивать с другими компаниями, которые производят электромобили. Но рынок как раз по этой бумаге двинулся. Поэтому победителем в данном случае был Нуар. Я напишу также на нашем YouTube-канале, если вы не присутствуете сейчас онлайн, как можно будет получить книгу с автографом Александра. И как раз, Александр, вот, может быть, несколько слов тогда по этой бумаге с вашей стороны. Вы знаете, с удовольствием. По этой бумаге и по соседним бумагам тоже. Может быть, вы позволите мне переключиться на свой экран, потому что я хочу показать сразу несколько акций. Кстати, хочу прокомментировать для всех наших слушателей, зрителей, что экран, который Роман показал буквально момент назад, может быть, вы покажете его еще раз, Роман, этот, «Финвиз», да? Это сайт, который я очень рекомендую. Вы впечатываете тикер акции, который вас интересует, и вам выдается огромное количество информации. Если вы немножко ниже посмотрите, в частности, такие ключевые цифры, как когда будут выпускаться данные вот сейчас, когда будут выпускаться данные о заработках компании, потому что это очень часто влияет на цену. Кроме того, какой процент акций проданы накоротко? В случае «Фискар» это 28%. Сумасшедшая цифра. Значит, многие люди не верят в будущее этой компании, продают ее накоротко, что значит? Может быть, они умные, но малейшее ралли в этой акции, и те, кто продали ее на понижение, начнут бежать и закрывать свои позиции. Как закрывать? Они начнут покупать эту акцию. Продали накоротко, надо тебе покупать обратно. Поэтому, когда вы собираетесь играть на повышение, если вы находите акцию, в которой вот этот вот short float больше 10% – это уже интересно. Но больше 20% – это еще интереснее. А 28% – это вообще. То есть, не обязательно, что она поднимется, но вероятность, что если она начнет подниматься, она начнет действительно летать, этого дела гораздо выше. Так что, это был очень удачный выбор. Но, если вы позволите, Роман, я перейду на свой… Давайте перейдем на мой экран. У вас должна сейчас появиться демонстрация. Так, я должен нажать… Так, так, так. Маленькая кнопка «Большие результаты». Zoom. Share screen. Я выбираю экран. И share screen again. Так, теперь мы видим мой экран. Так, сейчас пока нет. Пока не запустился. Ха. Так. Сейчас. Может быть, сейчас. Share screen. А сейчас? Пока нет. То есть, там вы выбираете экран и еще раз нажимаете «Start sharing». Share screen, да. Просто я этот экран вижу в двух местах сразу. Окей, нажимаю здесь. Win. Окей. Нажимаю «Share screen». Как? Есть, нет? Пока нет. Пока нет. У меня почему-то два этих экрана. Вот что подгружается. Вот все, все есть. Сейчас видите, да? Да, да. Все появилось. Теперь видно. Прекрасно. Прекрасно. Значит, смотрим компанию FSR. Начинаем с той, которую вы показали. Это недельный график здесь. Очень удачно. Значит, прошлый вебинар пришелся как раз, когда цена только-только начала подниматься от дна. То есть, покупаем дешево, продаем дорого. Простой принцип, но у меня заняло много лет, чтобы его выучить. Гораздо легче покупать по верхам. Эмоционально легче, потому что все покупают, извиняюсь, что хорошее дело. А покупать на донышке гораздо труднее. И участник нашего вебинара, который купил эту акцию, купил ее тогда, когда импульсная система перестала быть красной, стала синей. Вот это сигнал на покупку. То есть, сигнал на покупку – это не зеленая импульсная система, а прекращение красной. Давайте посмотрим заодно на другие акции в той же категории. Например, очень занятная акция TSP. Вы знаете, все переключаются на электромобили сейчас. Это недельный график. Смотрим на дневной. Компания только вышла в апреле по цене около 40 долларов. На сегодняшний день уже почти 60. То есть, все закупают электромашины. Ко мне приходил, как я говорил, переехали в новый дом. Тут массу всяких добавочных устройств мы ставим. И в частности, приходил электрик. И он говорит, я вам советую. У вас есть электромашины? Нет, нет. Ну, значит, будет. Давайте поставим установку для зарядки прямо сейчас. Это будет дешевле, чем ставить ее позже. Ну, давайте. То есть, вот так вот дело обстоит, что люди все готовятся переходить на электромобили. Еще одна компания из той же песни. Лайн-электрик. Ну, это сейчас недельный график. Она была выпущена в прошлой осенью по цене ниже 10 долларов. На сегодняшний день она стоит почти 20. А была вообще 35. То есть, но, 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 надо быть очень осторожным. Потому что в этой индустрии, поскольку все заинтересованы, очень много жульничества. Например, есть такая компания Nikola. N-K-L-A. Это в честь Никола Тесла, сербского изобретателя, собственно, на работах которого построено очень многое современного электричества. И в честь которого названа машина Тесла. Так, этот Прохиндей, который организовал эту компанию, он и назвал Никола. Потому что это было имя Теслы. И они показывали замечательные видео. А потом оказалось, что они грузовики стали делать. Обещали делать грузовики. Потом оказалось, что когда они делали видео с грузовиками, то туда шел провод. Значит, электричественный грузовик подавалось по проводу. И показывали еще, как лихо этот грузовик вообще катится по дороге. Оказывается, он под гору катился в это время. Акция была выпущена по цене где-то 6-7 долларов. Достигла 90. Сегодня стоит 18. Будьте осторожны. И еще одна компания, которая сейчас в новостях. Чуть ли не каждый день в Wall Street Journal. Это еще одна компания по производству грузовиков. Называется Lordstown Motors. Была выпущена по цене где-то около 10-11 долларов. Достигла 30. На сегодняшний день меньше 10. Почему? Оказывается, у них финансовые проблемы. Но при этом руководство компании продало свои акции. А о проблемах объявили после этого. Так что неизвестно еще, как это окончится в юридическом смысле. Будьте осторожны. Всегда контролируйте риск. Всегда контролируйте риск. Когда вы прочитаете о скандале в газете, будет уже слишком поздно. Нужно как-то контролировать эти вещи раньше. Вот так вот, Роман. Это вот то, что я хотел сказать про нашего победителя с компанией Fiskars. И про другие компании, которые, с одной стороны, многообещающие. А с другой стороны, нужно быть осторожным. И вернуться просто на секунду к тем компаниям, что я показывал. Например, вот это вот Lion Electric. Компания котируется. Кстати, должен сказать, у меня на данный момент нет позиции ни в одной из этих компаний. Так что, совершенно говорю, без предубеждения. Компания Lion Electric на недельном графике торгуется где-то на уровне ценности. То есть, этот последний столбик сидит поперек двух скользящих средних. То есть, акция не переоценена. Если же мы пойдем к компании TSP, то тоже грузовики собираются делать по очень интересной схеме. Не буду рассказывать, но прочитайте про нее. У них очень интересный бизнес-план. Но скользящая средняя где-то на уровне 42-44 долларов. Компания котируется по 56. То есть, купить сейчас, это действительно надеяться на светлое будущее. Как ослик, бегущий за морковкой. Тоже надеяться на светлое будущее, если только догонит эту морковку. Гораздо спокойнее решить. Да, это интересная компания. Это перспективная компания. Я буду ждать, пока она не подойдет к своей зоне ценности. Вот тут-то, значит, тут-то, тут-то, тут-то. Я очень серьезно подумаю о покупке. Два разных подхода. Покупать по инерции или покупать по ценности. Окей, я боюсь, что разошелся мыслью под реву, рассказывая об этих акциях. Может быть, Роман, если вы не возражаете, перейдем к акциям, о которых задали вопросы наши участники. Да, конечно, можем перейти к ним. Анна Викторовна, которая, если не ошибаюсь, выиграла не так давно один из наших месячных конкурсов, просит посмотреть Кимберли Кларк. Это старая американская компания, которая такая, ну, она считается относительно безопасной. Вот они продают бумажные полотенца, они продают стаканчики, они продают тырпыр. То есть, то, что людям всегда надо. Поэтому она так особенно и не взлетает высоко в гору, но и особенно не поднимается. Если немножко сузить этот график, значит, скажем, за последние 10 лет компания была, 10 лет тому назад она стоила меньше 70 долларов, она поднялась до 160 долларов. До 160 долларов за 10 лет – это не так много. То есть, она удвоилась в ценности за это время. И сейчас, значит, она опустилась от 160 до 130. Это тип акции, который любят пенсионные фонды. Старая, надежная, спокойная американская компания. Не стоит ожидать крупных результатов, но бояться особенно тоже не надо. Кстати, Роман, если вы посмотрите на Finviz, чтобы мне не переключаться, на эту компанию КМБ, в левом столбике будет сказано, какой у них дивиденд. Наверняка ведь они его выплачивают. Один момент – 3,5%. Ну, вот 3,5%. В банке вам не дадут 3,5%. Поэтому совершенно резонная акция. Так что, Анна, если вы любите спать спокойно, а смотрим на дневной график, значит, смотрим на дневной график. В апреле эта акция упала до 128 долларов 64 центов. А на прошлой неделе она упала до 128 долларов 55 центов. То есть, ложный пролом вниз есть. Вполне резонная покупка. Абсолютно резонная покупка. Ну, это не компания электрической фирмы, то есть, электромобильная фирма. Не ожидайте, что она удвоится. Но и совершенно спокойная, нормальная, хорошая игра. И технически выглядит очень-очень нормально. Желаю успеха. Игорь пишет, предлагает мексиканскую компанию CEMEX. Ну-ка, ну-ка. CX. Идет строительный бум. Меньше в Мексике, чем здесь, но тем не менее. И как вы видите, эта компания просто из цемента недельный график. Делает деньги. Любо дорого посмотреть. Любо дорого посмотреть. В Америке правительство затевает огромную программу реконструкции дорог, мостов, туннелей, инфраструктуры. Сейчас идут всякие споры в Конгрессе, насколько обширна эта программа будет, как ее финансировать. Демократы, естественно, говорят, давайте врубим по налогам. Республиканцы говорят, есть другие способы. Но тем не менее, то, что начнется огромная реновация инфраструктуры в Штатах, это несомненно. И, естественно, им потребуется цемент. И много цемента. Недельный график стоит четко в аптренде. Значит, решение. Только играть на повышение на этом рынке. Не имеет смысла играть на понижение. И давайте посмотрим на дневной график. На дневном графике. Немного неприятная фигура вот здесь. Вот этот двойной пик с ложным прорывом вверх. Я вот еще вот это помечу одну секунду. Вот так вот. Жесткая медвежья дивергенция. МСД-гистограммы, МСД-линий. Ложный прорыв вверх. И акция, поднявшись почти до 9 долларов, сейчас опустилась ниже 8. Она была еще ниже, 7,5. Но это уже, так сказать, случилось. Это дело прошлое. А сейчас нужно искать дно и возможности покупки. Опять-таки, последняя донышко в этом всемексе было ниже многих предыдущих донышек. Что показывает, что медведи были очень сильны. Я его подождал, пока начнется какая-то бычья дивергенция у правого края. То есть четко акция для покупки. Но в то время, как предыдущую акцию, которую мы посмотрели, Кимберли Кларк, ее можно хоть сегодня покупать. С этой акцией я бы подождал, пока она устаканилась бы лучше на дневном графике. И тоже хочу сказать, надо было сказать раньше. Когда я говорю, это для покупки, сейчас, позже, раньше, я ни в коем случае не хочу, чтобы вы воспринимали это как руководство к действию. О, Элдер сказал покупать. Поехали. Нет, я не могу давать советы покупать или продавать по той простой причине, что я не знаю вашей финансовой обстановки, размера вашего капитала, вашей толерантности к риску. Ничего. Но при этом я считаю себя обязанным выдавать вам свое совершенно четкое, аргументированное мнение. Поэтому я вам не даю совета. Я просто, я думаю вслух, я думаю вслух. Вот, так сказать, содержание этого вебинара. Если вы решите взять какие-то из моих аналитических разборок и применять их для своей биржевой игры, то обязательно, обязательно, обязательно проработайте те части моих книг, где описывается контроль над риском. Как распределять капитал, как регулировать риск. Есть методы. Как-нибудь, кстати, вы знаете, Роман, так слово не сегодня, но как-нибудь нужно просто запланировать будет минут на 10, поговорить о контроле над риском. И я знаю, вы делаете запись этих вебинаров. Вот ту запись можно даже выделить отдельно, как-то эти 10 минут о контроле над риском. Ну, на будущее мы с вами поговорим. Едем дальше. Очень люблю, когда люди пользуются этими никами, не дают своих имен. Этот наш антифасио каждый раз. Давайте, в этот раз я еще отвечу. В следующий раз я хочу слышать имя. Я хочу знать, кто спрашивает это. Популярная на рынке фирма Stitch Fix. Я ее коротил две недели тому назад, сделал несколько долларов на очень быстрой сделке. Я люблю, когда вот, видите, вот третий столбик от правого края. Это недельный график. Это компания, которая, у нее какие-то фокусы с модной одеждой. Я небольшой специалист по модной одежде, признаюсь в этом абсолютно честно. Но когда я вижу график, который вот как вот палец выпирает к небу и закрывается пониже, то у меня возникает четкое желание это дело закоротить. Смотрим на дневной график. Я закрыл немножко слишком рано. Но в таких случаях я просто боюсь передержать. Закоротил не на первом, в этом высоком штрихе, а на втором. То есть в первый день такая называется паника покупателей. Случилось. Это дело ударило вверх. А на следующий день уже ниже. Тут-то было возможно закоротить на несколько дней. У правого края. У правого края все выглядит совсем не худо. Компания на недельном графике. Акция опускается к зоне ценности. На дневном графике она уже вошла в зону ценности. И вот сегодня она как бы поцеловала эту зону. И начинает выходить из нее. То есть как только импульсная система перестанет быть красной, у нас будет на руках легальная покупка. Буду ли я покупать эту акцию? Скорее всего, что нет. Даже наверняка, что нет. Почему? Потому что я люблю такую быструю игру с акциями, у которых устоявшиеся надежные тренды. Эта акция очень сильно, очень волатильная. Если покупать вот такое возвращение в зону ценности, то я бы лучше пошел по акции типа Кимберли Кларк, которую Анна предлагала. Спокойная акция, долгосрочная. Эти новомодные акции, это, конечно, рисковая игра. Но совершенно легальная. Так что, если вы собираетесь ее торговать, я бы очень внимательно смотрел за импульсной системой. Требуется совершенно минимальное ралли, чтобы последний столбик перестал быть красным, и это будет сигнал о покупке. Андрей пишет два раза, предлагает акцию AGO. Незнаком с нею? Незнаком. Значит, смотрим на недельный график. Роман, если вы быстро глянете на Finviz, что они говорят? Что это за индустрия? Похоже, что страховка какая-то. Иншуранс, да, иншуранс. Иншуранс, да, страховка. И когда у них earnings будут? Новый, да, нет. Последний был в мае. Последний в мае. Ну, значит, последний в мае нормально. Это, значит, обычно каждые три месяца. То есть мы не рискуем попасть, так сказать, под пропеллер. И короткий интерес? ShortFloat 5,3. 5,3. Совершенно нормально. Недельный график. Акция вверх. Страховая компания продавалась. Кстати, был потрясающий сигнал осенью прошлого года. Вот, вот, двойное донышко было такое красивое. Ну, сигнал был не до 20 с чем-то долларов. Сейчас компания стоит 46. Не компания, а акция. Легальная покупка на недельном графике вошла в зону ценности и начинает выходить из нее. Смотрим на дневной график. Нормально выглядит. Значит, первоначальное падение в начале мая. Посмотрите на силу медведей. И посмотрите на силу медведей сейчас. Гораздо слабее. Спокойная акция в спокойной индустрии. Совершенно нормально выглядит. Желаю успеха. Наталья хочет посмотреть на Дисней. Тревожный недельный тренд. Заметьте, всегда начинаем с недельного. Тревожный недельный тренд. Причина. Огромная конкуренция. Огромная конкуренция. Сейчас столько производится. То есть у них, конечно, есть парки. Диснейленд во Флориде и в Калифорнии. Но их главный товар – это кинопродукция. И огромная конкуренция. Амазон покупает, купил киностудию. Нетфликс выпускает огромное количество новых фильмов. Конкуренция очень жесткая. Поэтому за последние несколько месяцев Дисней упал от 200 долларов до 174. То есть это больше 10% падения. И скользящие средние развернулись вниз. Смотрим на дневной график. Нет никаких дивергенций. Никакого бычьего сигнала я здесь не вижу. Я только вижу, что акция медленно сползает от верхнего левого края к нижнему правому. Не нужно быть техническим аналитикам, чтобы сказать – это тренд вниз. Спокойный, медленный тренд вниз. Я был бы крайне осторожен, покупая Дисней сейчас. Именно из-за того, что очень предозрительные тренды и на недельном, и на дневном графиках. Виталий. Роман, мы сегодня успеем все заявки посмотреть. Их было меньше, чем обычно. Слава Богу. У нас есть время со всем разобраться. HFC – Holy Frontier, что ли. Очень знакомая, но сразу на ум не идет. Скажите, пожалуйста, по Финвизу, что это за бизнес? Holy Frontier. Oil and gas refining. Окей. Да, да, да. Нефтяники. Что вам сказать? Был… Вы знаете, вот есть сигнал, который иногда, когда вот смотришь на такое, то просто хочется сказать, просто хочется сказать, распечатай и повесь на стенку. Потому что в следующий раз, когда увидишь такое, покупай быстро, сразу. Что мы видим здесь? Мы видим двойное дно на недельном графике. Очень серьезно. Естественно, что на недельном графике все сигналы гораздо более значимы, чем на дневных. А здесь какая прекрасная бычья дивергенция. То есть великолепная. Вот если вам нужно сохранить эталон того, чего я ищу, сохранить надо это. Донышко А с силой медведей. Ралли. Перелом хребта медведя. Ясно виден на экране. И потом донышко Б. И вот сила медведей у донышка Б. И когда эта акция, опустившись ниже донышка А, поднимается выше этой линии, вот сигнал на покупку. На недельном графике это долгосрочный сигнал, на дневном графике менее долгосрочный. Но вот это сделайте скриншот с экрана и сохраните его для себя. У правого края ситуация гораздо менее ясная и менее интересная. Акция, учинившись такой замечательный взлет, поднялась выше уровня сопротивления, не выдержала высоты, опустилась ниже и медленно тонет у правого края. Ничего особенного, ничего особенно привлекательного. Если мы смотрим на дневной график, как говорится, ущипните меня, когда она проснется. Если я начну так пристально на нее смотреть, то прищуривая глаза, то я могу увидеть бычьи сигналы или медвежьи сигналы. Но у меня есть четкое правило. Если сигнал не прыгает на меня с экрана, едем на следующую страницу. А следующая страница Александр хочет посмотреть MKTX. Это какая-то компания по обслуживанию финансового рынка, если память не изменяет. Капитал-маркетс у них стоит. Не расслышал, извините. Капитал-маркетс. Файнэншал-капитал-маркетс. Да. Неблагоприятно выглядит. Неблагоприятно. Тренд вниз на недельном графике. Скользящие средние опускаются. Последняя донышко МСД гистограммы была самым глубоким за год. Медведи становятся все сильнее и сильнее. У правого края цена подтягивается к зоне ценности, что является очень популярной мишенью в медвежьих рынках. К зоне ценности, а потом опять резко вниз. Так что, если бы кто-то мне сказал, что пистолет в голове, ты должен сделать сделку по этой акции и уехать до конца июля. Или когда у нас будет следующий вебинар на месяц. Я бы ее продал на понижение. Смотрим на дневной график. Плоская, ничего особенного. Я не хочу ее продавать на понижение. Она выглядит просто медленно сползающая вниз акция. Не схватывает, не схватывает меня. Осталось у нас еще три сделки. Сергей, кстати, а не было у нас Сергея раньше еще? Нет, я ошибся. Сергей хочет купить акцию, на которой я через последние несколько дней внимательно смотрю. Я расскажу, почему. Это акция фирмы Zillow. Zillow – это они, значит, начали… Очень занятная компания. Они начали с того, что они построили веб-сайт, где они агрегируют данные по недвижимости, по частной недвижимости, небольшим домам для семьи. Агрегируют данные от всех разных брокеров. То есть, когда я выставил свой дом в Вермонте на продажу, он моментально появился на Zillow. Фотографии, цена, вся информация и имя брокера, значит, кому обращаться, если вас интересует потенциальная покупка. То есть, это компания, которая держит информацию о всех частных домах в Америке, за мельчайшими исключениями. Теперь, в последнее время они стали заниматься покупкой этих домов, поскольку они очень хорошо знают, какова настоящая ценность дома, то когда кто-то вывешивает у них дом, очень часто от Zillow приходит предложение. Ну, ваш дом можем сегодня купить, если хотите, или завтра. Вот так вот, сразу. Деньги на бочку. То есть, если человек хочет подержать, он, может быть, немножко больше получит за этот дом. Но если он хочет его продать сегодня-завтра, и Zillow заинтересованы в этом доме, все, поехали, оформляем сделку. И сейчас в Америке происходит бум на недвижимость. Цены частных домов растут по всей стране, и даже в городах, из которых люди бежали во время пандемии, и в пригородах, и в деревнях. Я знаю, что вот агент, через которого мы купили дом в Нью-Хамшире, говорит, нет товара, нет товара, нечего продавать. Все. Приезжал ко мне приятель, да, может быть, я тоже всегда приеду. Ну, так вот поговорили. Поехали, а жена говорит, смотри, там очень хороший дом. Дом выставили в недалеком городке, небольшой дом, одна семья, участочек такой очень красивый, четверо гектара, все отделано. Да, посмотрим. Я, значит, в субботу или воскресенье звоню агентше, которая перечислена там. Она говорит, а ваш друг готов сделать серьезное предложение по этому дому? Я говорю, ну как, мы посмотреть хотим. Она говорит, вы знаете, мы этот дом выставили 4 дня тому назад, у нас уже есть 5 предложений, одно выше другого, и все выше начальной цены. Так что, если ваш друг готов, сказать, участвовать в этом процессе, я приеду и покажу его вам. Говорю, нет, 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 он не готов участвовать, сэкономьте время. Мы его с улицы посмотрим. То есть, вот так вот, все идет вверх. И сделал участник этого процесса. И я как раз обсуждал с товарищем, у меня есть пенсионный фонд, как у большинства американцев, нужно вложить деньги во что-то медленное, спокойное и медленное. Зилу был одним из кандидатов. Я вам просто покажу два других кандидата. Недельный график, значит, был бум, акция взлетела до 200 долларов, упала до 100, потеряла 50%. Я всегда говорю, хочу торговать как домохозяйка, покупаю товар на распродаже. Дневной график выглядит нормально, недельный выглядит гораздо лучше. Две связанные, две похожие компании. Одна называется Open Door, новая довольно относительная компания. была выпущена где-то по 10 долларов, поднялась почти до 40 в начале этого года, упала и сейчас стоит 15 долларов. Тоже вроде закругляется и падение закругляется, начинает подниматься. Но новая компания, без такой замечательной истории, как Zillow. И третья компания из той же песни называется Redfin, RDFM. Тоже устаканившаяся компания, которая поднялась до 100 долларов почти в начале этого года, упала на 50%. И опять-таки падение закончилось, начинает разворачиваться вверх. Импульсная система синяя на недельном графике. И сегодня перешла с красной на зеленую на дневном графике. Для меня это самое, из всех трех компаний, это наиболее привлекательное для меня. Опять-таки, я не могу, как я сказал несколько минут тому назад, я не могу вам сказать, покупай то, продавай это. Я делюсь с вами своими мыслями относительно этих компаний. Ну и в данном случае своими, сказать, я так кругами вокруг немножко хожу, собираюсь, одну из них надо будет закупить для пенсионного фонда. Какую? Может быть, Зилу, а может быть, Риад Фин. Раздумывание продолжается, потому что рынок сейчас очень на высоте, я не в особой спешке их закупать. И осталось у нас две сделки. РАЛО хочет закоротить Майкрософт. Как эта песня была в Союзе? «Безумство храбрых, поем мы песню». Но это не такое безумство, потому что действительно, если вы медведь, и вы смотрите на Майкрософт, то у правого края, недельный график, он пробил высоту предыдущего пика. МСИ-дегистограмма гораздо ниже, гораздо ниже, но продолжает расти. Пока она растет, у Майкрософта есть полный шанс подтвердить этот пик. Поэтому, если бы на вашем месте я коротил бы Майкрософт, то я бы очень внимательно смотрел за недельной гистограммой. Пока она зеленая, продавать Майкрософт накоротко запрещено. Система запрещает. Если же МСИ-дегистограмма тикнет вниз с более низкого пика, чем в мае, то тут у нас будет вся красота. Ложный прорыв вверх и медвежья дивергенция. То есть на сегодняшний день нет, а попозже вполне может быть. Смотрим на дневной график. Мы видим здесь то же самое в том смысле, что это прорыв на новую высоту. Я его отмечу здесь. Собственно, прорыв произошел вчера, а сегодня уже начинается вроде бы разворотец. Так что эта сделка может случиться раньше, чем позже. Интересный момент. На данный момент импульсная система запрещает продать дело накоротко, но этот запрет может быть снят, если акция опустится. Я вам сейчас скажу цифру по импульсной системе. Кстати, все это будет на LG диске, который упоминал Роман. Если она опустится ниже 255, она сегодня продается сейчас по 265, на 255 будет разрешена. Импульсная система разрешит продажу накоротко. Если же ждать следующей недели, то вот этот пункт пересечения будет не 255, а 262, гораздо выше. Так что точите нож и вилку, но сегодня еще нельзя. И последнее вопрос от BYV Capital, очень официальное имя, хочет купить акции Xpeng, по-моему, китайские акции. Я стараюсь держаться от них подальше, но посмотрим. Вы знаете, очень короткая история. Очень короткая история. Акция была выпущена по 20 долларов, взлетела до 70. И вы видите опять этот палец к небу, да, вот формат, который я люблю, фигуру, которую я люблю коротить. И от 70 вниз обратно к 20, сейчас поднимается до 37. Слишком, для вашего покорного слуги это слишком много драмы, слишком много драмы. Дайте мне Кимберли Кларк, это будет гораздо безопаснее. Или акцию типа Zillow, которую предложил один из наших участников. Либо для тех, кто умеет торговать накоротко, штить акции Microsoft. Ну, мы увидели несколько очень интересных сделок сегодня. Спасибо всем, кто их прислал. Я желаю вам удачи. Мы будем смотреть через месяц, чем все это дело закончилось. Но, естественно, в реальной торговле не то, что вы купите сегодня и будете месяц ждать. Так что, конечно, это немножко искусственный формат у нас. Но другого пока что нет. Так, Роман, мы перескочили несколько минут уже после часа. Но если у вас есть время, то давайте я отвечу на несколько вопросов быстро. Может быть, еще 5-7 минут, если вы не возражаете. Конечно, если для вас это удобно. Для меня это редкая возможность поговорить по-русски. Потому что жена по-русски говорит. 20 слов словарный запас. Так, Андрей пишет. Вопрос. Вычисляете ли вы статистические показатели своей торговли? Если да, то какие? Я люблю считать свою прибыльность в неделю. То есть, в любой отдельной сделке имеется значительное количество неопределенности, случайности. Действительно случайности, которые бывают. Но в районе недельной игры, в течение недели я делаю где-то, я бы сказал, от 10 до 15 сделок. То это уже более серьезная цифра. Я ориентируюсь на неделю. И я знаю, что мишень, которую я себе ставлю, это 1% в неделю. Вот так вот. Есть куча разных систем и всего, но у меня хорошо отработанные системы. Я только знаю, что мне нужно контролировать риск и стараться заработать этот свой 1%. Естественно, если у вас маленький счет, там 5-10 тысяч долларов, то 1% это ничего. Когда у вас настоящий счет, то 1% это очень, совсем неплохо. Зармик пишет, как вы считаете, насколько рискованно профессиональному трейдеру брать в банке кредит для трейдинга, если процент прибыли у него стабильно, существенно выше, чем процент по кредиту, который он должен дать банку? Могут ли эти деньги отрицательно сказаться на психологии? Зармик абсолютно не может оказаться отрицательно на психологии. Прежде чем брать заем в банке, хочу поделиться с вами правилом, которые придерживаются компаниями, которые выделяют деньги трейдерам. Есть компании, которые, если вы придете к ним и покажете им свои результаты, которые они проверят, они выдадут вам деньги для игры на очень хороших условиях. Так вот, одно из правил этих, этих компаний мало, их нужно найти, они не рекламируют себя. Большинство компаний, которые говорят, приходите к нам, мы вас финансируем, это жулье по разным параметрам. Но есть несколько порядочных компаний. Так вот, у них есть очень четкое правило. Они, проверив ваши сделки, они никогда не дадут вам больше, чем 50% добавочных. То есть, если вы торгуете у вас на счету полмиллиона долларов, они вам дадут еще четверть миллиона долларов. И будут смотреть, как это у вас идет. Если дела идут успешно, то они опять дадут. Но они никогда не добавляют больше 50%. Потому что, так сказать, доказано опытом, что когда у человека счет увеличивается больше, чем на 50%, это сбивает его с панталыку. Поэтому, если у вас действительно серьезный большой счет, и вы можете в банке получить какой-то под дешевый процент добавочные деньги, это можно обдумать, это достойно того, чтобы обдумать это, брать или не брать. Но только помните, сколько брать? Мало. Не больше 50% вашего теперешнего счета. То есть, не то, что у вас счет в 10 тысяч, а вы еще 100 возьмете. Это разобьет вам игру. Желаю успеха. Анна спрашивает, как лучше ставить стоп-приказ ниже минимума вчерашнего дня или на основании average true range, 1,5 ATA? Я пользуюсь 1,5 ATA. Если ставить сделку на основании вчерашних цен, ее все видят. Все знают, что там куча стопов. Я хочу, чтобы мой стоп был в территории, где никто не знает об этом. И последний вопрос разобрать сегодня. Насчет акции, которая проиграла, когда есть дивергенция. Это показывает, что тренд потенциально может изменить свое направление. Но это еще не факт. И поэтому я всегда рисую тренд-лайн и жду, когда график пробьет его. И, конечно, с подтверждением. Я прав или ошибаюсь? Вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Использовать больше инструментов полезно. Не надо захламлять свой экран. Использовать 10 индикаторов, чтобы отслеживать 4 цены открытия-закрытия, вверх и низ. Вот это бессмыслица. А добавить еще один индикатор, добавить второй индикатор, это имеет абсолютный смысл. Роман, редкий случай. Мы с вами разобрали все присланные сделки, добавочные сделки еще посмотрели. И ответ на вопросы. Прямо, я не знаю, наши участники знают, кто такие стахановцы были в советские времена. Я думаю, что, может быть, не лично, но по-наслужке стоит узнать. А про Гаганову вы слышали? Валентина Гаганова. Я вас поймал на молодости. Валентина Гаганова, она была какой-то ткачихой, там где-то очень хорошо зарабатывала. Она была командиром-бригадиром, хорошо зарабатывала. А на фабрике была очень отстающая бригада. Она ушла из хорошей бригады и пошла бригадиром в самую слабую бригаду и стала выводить ее в люди. Частушка была. Брошу я хорошего, выйду за Поганова. Поступлю по-честному, как и Вега Гаганова. Столько осталось этого советского добра в голове, я не знаю, кому продать. Спасибо большое, Александр. Действительно, очень продуктивно сегодня провели вебинар. Ну, впрочем, как и всегда, но все успели. Будем рады вас видеть в следующем месяце. В следующий раз мы встретимся 28 июля. Спасибо большое. У меня еще также остается несколько моментов. Я расскажу про… Извините, пожалуйста, одну секундочку. Я должен ответить на телефон. Конечно. Hi, Mike. Да, как раз вот пока еще не расходим, потому что я сейчас попрощаемся с Александром. Я также расскажу о том, как получить индикаторы, которые мы сейчас рассматривали на данном примере. И также расскажу про сам конкурс. Прошу прощения. Да, я просто хотел сказать, что сейчас как раз я пройдусь по тому, как расскажу про индикаторы, расскажу про конкурс. Вот поэтому спасибо вам большое. Вас не смею больше задерживать. Сейчас вот по таким организационным вопросам также расскажу в конце. Спасибо большое. Спасибо большое. Желаю успехов. Спасибо большое, Александр. До свидания. Уважаемые участники. Скопировать, чтобы удобнее было вам скопировать. Возможно, я добавлю эту почту в чат. И если вы еще не писали, и если вы планируете стать клиентом от Миромаркетс или уже клиент, то можете написать. Я вам индикаторы отправлю. Важный момент. Индикаторы работают только на реальных счетах с балансом более 200 евро. То есть на остальных счетах, к сожалению, не получится запустить. И 200 евро – это минимальная сумма. Понятно, что это крайне рискованность работы с такой суммой. И я думаю, что вы это слышали уже от Александра. Но для наших клиентов эти индикаторы доступны бесплатно. И вместе с данным индикатором вы получаете архив индикаторов ключевых, основных. Это и скользящие средние, и индекс силы, и индекс MACD, и импульсная система, что наиболее интересно, на мой взгляд. И также видеоинструкция по настройке и шаблон как раз для метатрейдера, чтобы у вас сразу же они отобразились. Точно так же, как и в ходе наших вебинаров. Поэтому пишите ваши вопросы. Ну вот как раз задают вопрос по поводу MT4. К сожалению, на MT4 они не работают. Но скажу сразу, что этот трейдер 5 от MT4 сейчас практически ничем уже не отличается. То есть если вы торгуете на MT4, то перейти на MT5 никакой проблемы не составит. Те же самые инструменты, тот же самый терминал. Но разница в том, что компания Metacode с разработчиками расплатформы, они уже начинают отходить. И у них даже есть мысль принудительно запретить использование MT4, чтобы не поддерживать две системы. Хотя система MT5 более совершенна. Дает возможность и использовать CFD торговлю, и просто отдельные акции. То есть без ключа. Поэтому таким образом. Да, я также сейчас расскажу, уважаемые участники, те, кто нас смотрит на YouTube-канале, вы не забывайте ставить лайк. Те вопросы, которые вы писали в чате, к сожалению, Александр не успевает на них отвечать в ходе вебинара, потому что их колоссальное количество. И, как правило, это 4-5 ключевых вопросов. Но как их, собственно, их задать? Вот для того, чтобы задать ваши вопросы, вам нужно под видео, которое с сегодняшнего вебинара, которое будет загружено на наш YouTube-канал, написать вопросы там. Все вопросы я беру из видео как раз последнего вебинара. Вот я ссылочку на YouTube-канал направил. То есть нужно быть подписан на канал, поставить лайк к видео, и вы можете задать наш вопрос. И вот тогда этот вопрос попадет к Александру, он его предварительно посмотрит, подготовит ответ, чтобы ответить быстро, максимально четко, емко, и, собственно, вы получили на него ответ. Поэтому ваши вопросы, пожалуйста, оставляйте под видео, последнего вебинара, который доступен на нашем YouTube-канале, и оно обязательно попадет в лист вопросов к Александру. Теперь про конкурс. Как я уже говорил, то есть конкурс у нас проходит в рамках конкурса, мы разыкрываем книгу Александра с автографом, и как он у нас проходит. Сейчас я вернусь обратно как раз в список тех акций, которые у нас были, и покажу на примере того, как у нас это выглядит в самом конкурсе. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо под этим же видео на нашем YouTube-канале, который будет загружена, предложить одну акцию, которая торгуется в Admiral Markets. Потому что у нас, например, в предыдущем конкурсе я нашел две акции, которых, к сожалению, нет в Admiral Markets, поэтому в рамках конкурса они не проходили. И, собственно, мы выберем один из инструментов, попадет в такой лист, какие-то Александр успеет разобрать, возможно, не все будут разобраны, но все будут участвовать в конкурсе. Мы рекомендуем присылать акции на конкурс примерно за 48 часов до начала вебинара. Мы принимаем все акции до 12 часов по Москве в следующем вебинаре. То есть, если у нас вебинар следующий будет проходить 28 июля, то до 12 часов по Москве все заявки принимаются, дальше уже не принимаются, к сожалению, потому что нужно тоже время, чтобы подготовить как раз эти акции и передать их Александру. И, то есть, вопросы вы можете оставлять ваши сразу, акции старайтесь присылать в режиме 48 часов до, соответственно, ближайшего вебинара. Теперь про текущий момент. Вот сейчас вы перед собой видите как раз все акции, которые участвуют в конкурсе. Возможно, не все были разобраны. Вот я вижу тоже вопрос по акции DIY. То есть, она здесь есть, она в конкурсе будет участвовать, здесь не переживайте. Но сейчас, чтобы как раз и уделить возможность отдельным акциям, потому что, по сути, мы получаем вот такой ресерс от наших клиентов, то есть, те акции, которые интересны. И вместо того, чтобы уделять каждую акцию по 30 секунд, если их будет 20 или 30 акций, то мы стараемся как раз концентрироваться, чтобы была возможность порассуждать. И посмотреть на разные составляющие с разных сторон, и не бежать голопом по Европе, что называется. Поэтому на рассмотрение Александра, то есть, именно в прямом вебинаре, будут даваться акции, которые были присланы за 48 часов до вебинара. Все остальные акции, которые мы получили за 2 недели до вебинара, они будут также попадать в конкурс, и в нем, безусловно, будут также участвовать. Поэтому мы сможем разобрать как раз сектора в ходе вебинара, потому что акции, которые вы присылаете, например, сразу же, месяц назад, то есть, нужно этой дистанции уже 2 месяца. Мы берем цену открытия, то есть, вот по всем этим акциям цена открытия будет закрытие с сегодняшнего дня, 23 июня, и цена, по которой мы берем как раз лучший показатель, это будет за день до вебинара, то есть, 27 июля. И вот какая акция за этот небольшой промежуток времени покажет лучший результат, та акция будет победителем. Это такой джентльменский конкурс. Понятно, что вы эту акцию могли купить раньше или купить позже. Мы очень рады, что если у вас появляются такие акции, и вы на них делаете деньги, это самое важное. Но в таком конкурсе вы еще и дополнительно можете получить как раз книгу с автографом Александра. Поэтому принимайте участие в этом конкурсе. Также, если появляются какие-то вопросы по организации, по своему конкурсу, вы также их можете задавать уже непосредственно под видео на нашем YouTube-канале. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за внимание. Всем спасибо, что были с нами. Увидимся через месяц на данном вебинаре. Всего хорошего дня. Не перегреться тем, у которых тепло, у тех, у кого тепло, и не остынуть тем, у кого достаточно холодно, как мы посмотрели в самом начале. Ну и в целом хорошего трейдинга, успешных инвестиций. Всем спасибо за внимание и до свидания. Продолжение следует...